вот ну вот значит сейчас можно про перечислимый арифметичный может еще немножко сказать что мы видим что всякое перечислимое множество мы можем записать в виде формулы и даже примерно понятно какая-то формула она начинается с нескольких квантеров существования а потом внутри имеется вот это то что последовать есть еще эта последовательность удовлетворяет правилам конвея останавливается и там в принципе есть еще один квантер всеобщности но если действовать гораздо сложнее и хитрее то можно этот квантер всеобщности выбросить и это как раз доказал здешний главный товарищ юрий владимирович усилевич он доказал что можно всякое перечислимое множество записать в виде написать существует x1 xn а здесь просто написать систему диафантовых уравнений уравнений ну вот на 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 остальные переменные там пусть будет y1 yk и кажется даже число этих я забыл как какое рекордное число этих квантеров которые нужно по моему там достаточно букв латинского алфавита должно хватать я не помню точно но то есть это даже это к не переменная и такое таким образом можно записать всякие все перечислимое множество вот а нас на самом деле нас будет интересовать более такой логический вопрос а допустим разрешиваем но перечислимое множество записывается так перечислимое свойство икса записывается так что существует такой игрек ну или несколько игреков а здесь написано разрешимое свойство от x и крик а можно написать как как свойство от икса которая записывается так для всякого игрека какое-то там разрешимое от x и крик спрашивается какие но какие свойства можно записать в таком виде да ну а на самом деле можно записать тех дополнения которых перечислимое потому что дополнение отрицание этого свойства значит не для всех игрек город x и крик то есть существует или такое что нейр от x и крик ну а нейр от x и крик это тоже произвольное но и разрешимым свойства но и дополнение разрешима значит это будут дополнение к перечислимое множество а значит как объяснить почему это не то же самое почему перечислимые копии шли множество это разные множество да если множество его перечислить и дополнение перечислимы то она разрешима потому что можно запустить оба алгоритма и ждать пока один даст ответ а существует перечислимое неразошимое множество первая проблема остановки множество тех входов на которых универсальная программа останавливается она значит неразошим поэтому и то и другое это большее вот есть разрешимое множество они содержатся в перечислимых множествах а еще они содержатся в копии перечислимых множествах а бывает ли кое-нибудь множество которое не такое и не сякое не перечислимые не копии перечислимого но они почти все такие действительно потому что перечислимых множеств четное число как программ а вообще множеств не счетное число поэтому наугад взятое множество будет не таким и не таким Например, если мы будем бросать монету бесконечно долго, то с вероятностью 1, что бы это ни значило, мы получим множество, которое не будет ни перечислим, ни копии перечислим. Но можно ли конкретно указать какое-то вот множество явно, ну, в каком-то смысле одно, которое не было бы ни перечислим и ни копии перечислим? Множество программ, которые основываются на все возможных ходах? Вот действительно, вот есть множество программ, множество тотальных программ, программы, которые останавливаются на всех входах. Значит, оно, говорите, вы, не будет ни перечислимым, ни копии перечислимым. Почему? Потому что в дальнейшем останавливается программа, но мы не можем сделать разрешающий ангриппинг, который скажет, что программа останавливается на всех входах? Ну, мы даже на одном входе не можем сделать. Ну, да. Ну, так и что, отсюда же не следует, что она не перечислима. Множество программ, останавливающихся на данном входе, перечислимым. Можем ждать, пока они останавливаются и все их печатают. Значит, предлагается рассмотреть множество тотальных программ. То есть, тех программ P, ну, у них одного переменного, вход, ну, процедур с одним параметром натуральным, которые останавливаются на любом N. То есть, таких программ P, что все, вот P от 0, P от 1, все они останавливаются. Действительно, если мы посмотрим, как это записывается, то это записывается сложнее. Это записывается так, что для всякого I P от I остановится. То есть, существует такой шаг J, что P от I остановится за J шагов. То есть, если мы запишем вот таким же образом, как обычно, то мы увидим, что здесь имеется разрешимое свойство, но потом у него не один квантер, а два. Сначала мы говорим, что P от I определено, то есть, есть такое число шагов, за которое оно остановится, и это получается перечислимым. А потом мы навешиваем еще квантер всеобщности и говорим, что для всякого I вот это такое J найдется. То есть, так по виду это множество имеет более сложную запись, чем такие множества и такие множества. Это называется P2. Вообще, у них такая классификация. Значит, два – это сколько разных квантеров. То есть, ну, в принципе, может быть, тут и для всех J это тоже было бы считать за один. P2 – это число групп квантеров, а P – это потому, что начинается с всеобщности. то есть, это называется сигма-1, это называется P1, а это называется P2. Но пока просто видно, что оно записано в таком виде, а может быть, можно как-то его, так сказать, подумать и убедиться, что оно перечислимо и легко перечислимо. Вот как это доказать? Ну, это на самом деле не так. Вы, конечно, правильно пишите такое множество, но почему как это доказать? Кто-нибудь это изучал, как это делать? Кто-нибудь слушал вообще курс там в вычислимых функциях когда-нибудь? Наверное, там это было. Не помните, как это делается? Ну, давайте, значит, если никто сейчас не вспомнит, давайте я скажу. Ну, технология тут такая. Я напомню, что мы доказывали в прошлый раз, мы говорили про сводимость, чтобы доказать неразрешимость, скажем, задачи о стативном исчислении или там о чем-нибудь, мы сводили проблему остановки. Вообще, есть такое общее определение. Множество а сводится, ну, или так иногда говорят, m сводится к множеству b, но множество – это как бы проблема узнавать, принадлежим ли мы этому множеству. Так вот, а сводится к b, если существует такая всюду определенная функция f, которая сводит вопрос, принадлежит ли х к, оно просто равносильно тому, что f от x принадлежит к b. То есть, если мы хотим узнать, принадлежит ли х к, а кто-то нам заранее, так сказать, позволяет узнавать, принадлежит ли число к b, то мы можем отвечать на вопрос про а, вычислив f и задав вопрос про f от x и b. Необязательно. Нет, мы не хотим b сводить k. b нам кто-то, так сказать, говорит, что вот… Если кто-то нам, так сказать, вот, если у вас библиотечная функция, которая разрешает b, то мы можем теперь написать функцию, разрешающую а, просто применив библиотечную функцию f от x, вычислив f, которое должно быть всюду определено, и применив, проверив, принадлежит ли f от x в b. Значит, ну и что здесь… как мы это использовали в прошлый раз? Мы говорили, что если а м сводится к b, пишут вот так еще иногда, м сводится к b, м – это по историческим причинам, там, ну, в общем, неважно. Если а м сводится к b и b разрешима, то, естественно, и а разрешима. Вот. Но в прошлый раз мы использовали в другую сторону, мы брали в качестве а эталонное неразрешимое множество и говорили так, что если а м сводится к b и а эталонное неразрешимое, ну, просто известно, что она неразрешима, проблема остановки, то и b неразрешима. Тем самым, чтобы доказать, что b неразрешима, достаточно свести к нему какое-то неразрешимое а. Вот. Ну, а эта самая сводимость, она может применяться не только для доказательства разрешимости или неразрешимости, но и для доказательства перечислимости и неперечислимости. Если B у нас перечислима, то и A перечислима. Почему? Как это объяснить? Да, если у нас имеется машина, которая останавливается на входах только из B, то как построить машину, которая останавливается на входах только из A? Нужно применить сначала F, но это всегда остановится, а потом к тому, что получится, применить машину, которая определена только на входах из B. Ну и, соответственно, вот. Ну и, таким образом, вторая часть, что если A не перечислима, то и B не перечислима. И, таким образом, это есть способ доказательства неперечислимости B. Надо свести к нему какое-то неперечислимое множество. Ну и здесь можно написать, там еще и К перечислима, естественно, потому что, если A сводится к B, то дополнение A сводится к дополнению B, просто по определению. Поэтому здесь можно написать любое. Некоперечислима, значит, B будет некоперечислимым. Ну хорошо, вот теперь есть такое вот указание, что есть такой метод доказательства неперечислимости. Значит, давайте попробуем доказать, что множество тотальных программ неперечислима. И вот есть множество тотальных программ. А не могли бы мы все-таки повторить? Да. Сводимость позволяет свидетельству перечислимости. А почему, если A сводится к B, а B перечислимо, то и A перечислимо? Будем пользоваться определением перечислимости, как то, что это область определения алгоритма. Что есть такой алгоритм, который останавливается на элементах B и на других элементах не останавливается. Как построить алгоритм, который останавливается на элементах A, а на других элементах не останавливается? Но мы знаем, что если мы сначала применим f, а потом запустим алгоритм, который останавливается на элементах b, то все вместе это будет останавливаться, если x значит a. То есть здесь у нас был ответ да и нет, и мы получали ответ да и нет для a. А здесь у нас ответ да и без ответа. Но соответственно мы то же самое получаем для a, либо ответ да, либо без ответа. То есть здесь происходит та же самая... Таким образом, чтобы доказать, что множество тотальных программ, допустим, неперечислимо, надо найти некоторое другое неперечислимое множество и построить вот это самое сведение. Построить функцию f, которая сводит то к этому. Ну какие будут предложения? Какое мы знаем неперечислимое множество? Причем у нас выбор очень небольшой сейчас пока, так что особенно гадать не приходится. Единственное, про что мы конкретно знаем, что неперечислимое, это про дополнение проблемы остановки. То есть это множество, множество не останавливающихся программ. Ну, в принципе, насколько проблема остановки, это по-разному можно сказать. В принципе, проблема остановки была определительность, если программа на данном входе. Значит, множество пар, программа вход, таких, что программа не останавливается на входе. Но, в принципе, можно вход внутрь в программу вписать и рассматривать просто множество программ без входа, и там они останавливаются, и смотреть, какие из них останавливаются. То же самое реально, потому что... Но что хотите, то используйте. Вот как это свести? Значит, нам нужно не останавливающиеся программы свести к тотальным программам. Значит, нам нужно построить такой преобразователь программ, который что? Который берет программу P, ну, может быть, со входом или... И преобразует в некоторую другую программу Q. Итак, что если P не останавливается, то получается тотальная программа. Вот нам нужно проверить в обе стороны. Что если P не останавливается, то получается тотальная программа. А если P останавливается, то получается не тотальная программа. Но Q уже должно быть со входом, потому что мы говорим про тотальность. Тут важно, что вход. А здесь не так важно. Можно говорить просто программу без входа, например. Может быть, это программа Q, которая просто не обещает внимание на вход? То есть она выполняет в виде P? То есть возьмем в качестве Q просто программу P, которая игнорирует вход и моделирует программу P. Тогда, если P останавливается, то у нас получится всюду определенная Q. А если не останавливается, то она нигде не определенная. То есть все бы хорошо, только наоборот. У нас получилось, что не останавливается, будет, конечно, не тотальная, даже нигде не определенная. А останавливается, будет. Это нам тоже пригодится, но это позволило бы доказать, наоборот, что она не копия перечислима. Но давайте пока все-таки нам надо вот так. Если мы хотим доказать, что она не перечислима, то нам надо сделать то же самое, что вы, только переставив свойства местами. Есть какая-то программа, нужно писать новую программу, которая не то тотальная, не то нет. Причем тотальная, если наша не останавливалась. Это тоже не сложно, надо только так твердо представить, что мы хотим, и это получится. Что-то есть некоторая программа. То есть, а эта программа делает из номера P программы? Ну, нам нужно преобразование, ну, с номера или просто текста программы, неважно. У нас есть некоторая программа без входа, и нам нужно писать новую программу, уже со входом, которая будет тотальной или не тотальной в тех случаях, когда первая не останавливалась или останавливалась. То есть, как бы вот такая парадоксальная вещь, что не остановка P приводит к тотальности Q, а остановка P, наоборот, приводит к не тотальности. Да. Надо запустить P. Значит, как запустить Q на N? Чему будет, как вычислить Q на N? Ну, надо запустить P, смотреть, что, если P зашло до одного шага. Как запустить P, сделать N шагов? Если, не дай бог, там P остановилось, то там уйти в цикл. Если P остановилось за это время, то не определено, то Q не дает никакого результата. А если P не остановилось, то, например, там напечатать 0, неважно что. Ну, золотые слова. Что же будет, как это будет получаться теперь? Если программа не останавливается, то мы все время будем, сколько мы не делаем шагов, все время она ничего не получается, всегда даем 0. То есть, если P не останавливается, то Q это будет 0, 0, 0, 0 и так далее. Теперь, если P останавливается, там, за N шагов, то как будет устроено Q? Что будет? Пока, если мы делаем N шагов меньше, чем это N большое, то она нам даст 0. А начиная с N шагов, уже ничего не даст. Поэтому как раз видно, что если P не останавливается, то это будет тотальная программа, а если P останавливается, то будет не тотальная. Значит, к чему вы все это говорили? Это мы свели множество не останавливающихся программ в множество тотальных программ. А множество не останавливающихся программ неперечислимо. Поэтому множество тотальных программ тоже неперечислимо. Ну а еще, как нам доказать, что оно не коперечислимо? Вот это уже было. Поскольку нам просто надо поменять местами это сведение. И это сведение в эту сторону даже проще. И уже говорилось, что просто нужно Q запустить. Q будет состоять просто в P, независимо от входа. И тем самым она будет... Если P не останавливается, она будет нигде не определена. А если P останавливается, она будет всюду определена. То есть в данном случае можно свести прямо и перекрестно. Поэтому ни множество, ни его дополнение не будут перечисливыми, но оно не будет коперечисливым. Значит, мораль такая, что мы получили множество, которое вот с двумя квантерами, вот здесь, оно имеет вид P2. И выяснилось, что... Ну, естественно, что один квантер можно рассматривать и тот, и другой, можно рассматривать как частный случай этих двух квантеров. И, соответственно, вот это большее множество. И мы узнали, что оно строго большее, потому что в нем вот есть такое множество найдено, которое не будет ни перечислимым, ни коперечислимым. Ну, и, наверное, вы уже можете догадаться, как вообще все будет устроено. Есть еще сигма-2. Это тоже самое. Это будут дополнения вот множества из P2. То есть множество, имеющее вид, существует и для всех же чего-то такое разрешимое. Ну, и поскольку они дополнения, то, значит, они тоже содержатся в этом и тоже не равны. Ну, и дальше можно то же самое делать Сигма-3, P3. Ну, и такое вот любопытное, значит, тоже можно доказать, если немножко, то есть, что они все разные. То есть мы пока поняли, что сигма-2 и P2 больше, чем сигма-1 и P1, но на самом деле три квантера больше, чем два квантера. В смысле? Ну, я слышал давно, если меня не обманывает память, что аналогичная иерархия сложности она схлопывается, если 2 равна 2. А, ну это тоже, тоже можно было бы сказать так, что если бы, ну я тоже, это, пожалуйста, такая теорема, что если всякое перечисленное множество было бы разрешимо, то это иерархия бы схлопывалась. Ну, а почему? Ну, во-первых, можно сказать, что это неверно, но это неинтересное доказательство. Но представьте себе, что всякое перечисленное множество разрешимо. Тогда вот это множество будет, оно перечислимо. Значит, оно разрешимо. Если бы вы поверили в то, что все перечисленное множество разрешимо. А, следовательно, это множество получается навешиванием одного, оно будет как бы коперечислимым, потому что оно будет получаться из разрешимого одним квантером. И следом она тоже будет разрешима. И так любое конечное количество квантеров можно соединить. Просто если один квантер ничего нового не дает, то естественно и два, три тоже ничего нового не дадут. Но здесь как раз все известно, известно, что это множество больше, эти еще больше, и даже, я думаю, что вы можете подумавши доказать, что дальше будут больше. Ну давайте уж раз про это заговорили, давайте так любопытно, просто чтобы понять, как это все устроено, что это, что такое сигма-2, потренироваться, значит это множество имеющие вид, существует x для всех y, там некоторое разрешимое свойство от x, y и какого-то там z, значит свойство там s от z принадлежит классу сигма-2, если оно представимо в таком виде, называется сигма-2. Вот, и можно доказать такую теорему, которая другое описание этого множества сигма-2, что сигма-2, тут на самом деле даже интересно, не столько доказательство простое, интересно формулировка, сигма-2 множество, это перечислимые множества с оракулом ноль штрих, с оракулом для проблемы остановки, это называется. Вот, но, значит, там кто-нибудь знает, как это доказывается, почему это так, или это вы не разбирали? Давайте сначала, что такое оракул для проблемы остановки? Ну, вот представим себе, как у стругацких, что вот приезжали инопланетные товарищи и оставили всякий мусор свой инопланетный. И вот в этом мусоре обнаружена микросхема, обладающая таким полезным свойством, что там можно загрузить программу, ну, записать программу, а она в ответ сообщает, остановится программа или не остановится. То есть мы знаем, что такого алгоритма вот мы на наших, на наших, на наших, на наших, на наших программирование написать не можем, но почему, в принципе, мало ли там, вот есть такой чудесный ящичек, который вот, мы его можно дальше впаять уже в нашу совершенно схему, ну, сделать какую-то обвязку из обычных микросхем, но вот центральная микросхема будет такая вот инопланетная. Но после этого, естественно, что наши новые машины будут обладать большими вычислительными возможностями, чем старые машины. Потому что они, в частности, они могут использовать проблему остановки. Причем даже не один раз эта микросхема не один раз отвечает на вопросах. Каждый раз там можно одну программу загрузить, потом вторую. Вот. Но важно, конечно, что туда загружать можно обычные наши программы. То есть программа, которая, программа, которая с такими внешними вызовами уже не получится так разрешить. Ну, это новый класс, и программ слонит больше. Оракул умеет отвечать только для наших обычных программ, останавливаются они или нет. Но, естественно, что у нас получится такая особая теория вычислимости, в которой будет больше алгоритмов, больше вычислимых функций, больше перечислимых множеств, потому что у нас такие вот есть новые ресурсы. Соответственно, вот получатся какие-то новые перечислимые множества вот с этим оракулом. И утверждается, что это в точности будут множества, которые для нас без наших всяких оракулов имеют вид сигма-2. То есть, что множество представимых в таком виде тогда и только тогда, когда с помощью этого специального оракула мы можем его сделать перечислимым. То есть, если можно с использованием этого оракула сделать машину, которая останавливается в точности на входах из этого множества, например. Это нам, наверное, надо доказать, что все, что есть в квантор всеобщности, переменные и дальше какое-то свойство, разрешимое, становится разрешимым использованием оракула для… Да, нужно доказать две вещи. Что, во-первых, любое сигма-2 множество, что здесь два задачи, что любое сигма-2 множество перечислимо с оракулом, с оракулом для остановки. Значит, и вы предлагаете доказывать так. Вот посмотрим на сигма-2 множество. Оно имеет вид почти как надо. Существует х и вот некоторое другое множество, которое вообще-то по-хорошему ко перечислимо. Но благодаря этой специальной микросхеме оно разрешимо. Потому что что здесь написано? Это значит, что если мы будем искать y, пытаться подобрать для данного х и z, подобрать y, который удовлетворяет свойство r, который не удовлетворяет свойство r, то мы никогда не найдем. Истинность этого утверждения – это утверждение о неостановке некоторой программы. Программы поиска y, для которого не r от x, y, z. Нет. Соответственно, если у нас наш ящичек может отвечать на вопрос остановки программ, то вот мы его прямо используем и скажем, узнаем, верно это или нет. То есть, извините, а специально я понимаю, что с нашим орахлом вот бывшие ко перечислимым множествами становятся перечислимыми? Ну, они стоят разрешимыми даже. Ну, а именно, ну, скажем так, перечислимые множества стоят разрешимыми, потому что это вопрос об остановке алгоритма, который мы умеем разрешать. Ко перечислимые – это дополнение к перечислимым. Соответственно, как бы теперь дополнение к нашим новым разрешимым. Ну, и, соответственно, они тоже разрешимы. В частности, вот это множество будет разрешимым с оракулом, но, соответственно, вот это все множество будет, все свойства будет перечислимым с оракулом. То есть, видно, что в одну сторону мы доказали. Это на самом деле так очевидно, но надо как-то понять, что утверждается. Понятно это или нет? Непонятно. Сейчас, ну, может, кто-нибудь может спросить? Я не знаю, чего тут объяснять. Что-нибудь здесь? Честно, ну, вообще, что такое перечнимое множество сарапулом для прямоосновки? Понятно или нет? Нет, что-то вы так задумчиво смотрите, спросите что-нибудь. В эту сторону все равно нет. В обратную сторону. Нет, нет, в обратную сторону вы даже не начинали. Нет, я как раз... Кто считает, что он понимает в эту сторону? Ну, сейчас, ну... Нет, это как-то совсем просто, но... Ну, сейчас, ну, может, кто-нибудь, кто понимает, может, это еще раз коротко объяснить, так, чтобы народу тоже стало понятно. Но скажите, попытаетесь сказать это, может быть, тогда я как-то плохо... Формула для любого Y, R от X, Y, это формула переменов X и Z. Свободными переменами Y, X и Z, да. Если мы докажем, что она разрешима... Сарапулом. Да. То у нас все будет здорово. Потому что тогда вся формула будет получаться из разрешимой проекции. Вот. Теперь мы докажем, что она разрешима. Да. Напишем программу, которая перебирает все Y и запускает разрешающую программу для R от X и Z. Да, это уже программа без всякого оракула, а просто обычная. Да. А потом... И ждет, пока она найдется Y, для которого это неверно, да? Да. Код этой программы с данными значениями X и Z, можно скормить оракул и узнать, остановится ли она. И, соответственно, мы узнаем, для всех ли Y, R от X, Y, Z, или не для всех. Нет, что-то я еще недоволен. Чего? Понятно, да? Хорошо. Но, может быть, пока мы тут это обсуждали, кто-нибудь уже собрали в обратную сторону. Представим себе, что у нас имеется вот такая машина, в которой имеется вот этот специальный оракул. Ценный оракул туда встроен. И дальше мы смотрим, на каких входах те X, на которых эта машина останавливается. Вот если бы оракула не было, это было бы перечислимое множество. А поскольку есть оракул, то оно будет перечислимо с оракулами во время остановки. И вот нам надо записать свойства, что вот эта машина останавливается в таком виде, что существует такое X, что для всех Y что-то разрешимое. Вот нам надо, тот факт, что, сейчас только не X, давайте уже напишем Z. Тот факт, что эта машина с оракулом останавливается на Z, надо записать в таком виде, что существует некое X, такое же для всех Y, чего-то такое верно от X, R, Y, X, Y, Z, что мы можем проверить. Вот это вот надо как-то сделать. Вот как это сделать? Что у нас такое существует, что для любого Y что-то такое. Вот надо так, свойство, что машина с оракулом останавливается. Что? Это, наверное, у нас проекция разрешимого множества, но множество разрешимого, а с этим оракулом. То есть, на... Нет, вот R уже должно быть обычное разрешимое, безо всякого оракула. Есть подозрение, что X должно быть программа, а именно к ее входу. Надо записать, что эта машина, вызывая оракул, используя его, остановится на Z. Вот как бы это надо... Ну вот как записать? Пожалуйста, нет, пусть X будет программой и входом, но только... Это, на самом деле, не сложно, только надо так все научиться себя... Существует номер шага? Ну вообще, то, что программа останавливается, логично написать, что существует номер шага, на котором она останавливается. Но теперь... Ну и... Вот то, что она останавливается, надо записать вот в таком виде. Нет, если бы у нас не было этой самой супер микросхемы внутри, то факт остановки вообще был бы, на данном шаге, был бы разрешимым. Это не было бы проблемой. Но проблема в том, что теперь наша машина на самом деле может вызывать оракул. И уже так не... Нет, ну все-таки, вот все-таки я не понял. Вот это есть машина, которая вызывает оракул. Теперь вот надо как-то переписать факт остановки в таком виде. Еще раз скажите, как вы предлагаете? Я не понял. Что существует номер шага, это, допустим, я понял. Но тут надо написать, что на этом шаге машина с оракулом остановится. И при этом... Вот проблема в том, что она использует оракул, поэтому это нельзя записать в виде разрешимого свойства. Так, представьте, существует номер шага, меньше, чем из-за которой при любом входе программа с номером Z останавливается. Нет, значит, существует такая номер шага, что для любого Z существует число... Что программа останавливается. Для любого Y это будет множество всех возможных входов программы. Нет, точнее, у нас у этой машины один вход. Нам, в общем, не нужно никаких других, кроме Z. Нам нужно записать в таком виде факт остановки этой машины с оракулом на входе Z. Нет, нам другие входы нас как-то особенно не волнуют. Вряд ли нам нужно их здесь использовать сейчас. Нет, тут все-таки... Вот на самом деле этот номер шага немножко недостаточно. Нужно немножко хитрее действовать. Может быть, кто-нибудь уже догадался, как. Как надо действовать хитрее здесь? Значит, нам нужно как бы... Что мы можем сделать? Мы можем... Вот существование нити означает, что мы можем выскочить некоторую гипотезу. А то, что для всех Y, R от X, Y, Z, это значит, что эта гипотеза будет оставаться неотвергнутой. Что мы можем ее дальше проверять, проверять, проверять. И сколько бы ни проверяя, она будет оставаться истинной. Ну что, непонятно? Нет, X это что будет, что у нас должно существовать? Значит, нам нужно сказать, что остановка этой машины означает, что существует некоторый X. Нет, вход у нас уже Z. Не надо нам этого... Чего нам другие входы? Чего мы будем с ними связываться? Значит, вот машина с оракулом останавливается на Z вот тогда и только, когда существует что-то такое, что для любого чего-то другого всегда будет хорошо. что существует такая, какая-то позитивная вещь, которая никогда не будет отвергнута. Ну, давайте у нас R будет так работать. Она будет работать, как машина с оракулом. А еще она будет выпускать те программы, на которых та машина с оракулом спрошула ворота. И делать Y-ходов. И вот это будет вторая переменная в его чуде. И мы захотим... Значит, вот вы золотые слова говорите, но надо сказать, что такое X? А X? Это у нас, помимо того, что вы сказали, еще будет... Ну, ответ оракулу бывает то, что машина остановится и то, что не остановится. Да, в принципе, значит, когда эта машина обращается к своей микросхеме, иногда оракул говорит, что остановится, иногда что не остановится. Вот. Так вот нам надо, чтобы, когда оракул говорил, что не остановится, мы будем... Значит, еще раз, мы будем в качестве X кодировать количество кодов, которые нужно сделать на машинах, которые мы спрашиваем оракулы. И в контр-сислахе мы ставим количество кодов, которые нужно, чтобы остановилось, а в любом, мы скажем, что сколько кодов не сделаете. Нет, но на X надо еще надо записать, что не останавливается. Те программы, на которых мы спрашивали оракулы. Ну, да, нет, наверное, в том же самое. Давайте я скажу, как, по-моему, проще. Что существует такой гипотетический протокол работы, работы M на Z. Что такое гипотетический протокол? А гипотетический протокол, это мы говорим, что машина вот работает, спросила оракул на таком-то и получила такой-то ответ. А гипотетический протокол работы машины и подтверждение всех положительных ответов... То есть если в этом протоколе говорит, оракул говорит, что что-то останавливается, то мы должны еще подтвердить это своими силами. Это мы можем сделать, просто запустив это вычисление, и подтверждением будет просто ну, закончившееся вычисление. А дальше нужно написать, что сколько шагов не делай, отрицательные ответы оракула не будут опровергнуты. И вот такая вот... Некоторые тут так... Это вы хотели сказать? Или нет? Значит, смотрите, что такое гипотетический протокол работы M на Z? Это объяснение, что вот эта машина начала работать Z, закончила эту работу, при этом она запрашивала оракула там на таких-то ответах получила да, на таких-то программах получила, что они остановятся, на таких-то, что они не остановятся. Мы должны, во-первых, предъявить такой протокол, а также подтверждение того, что положительные ответы действительно правильные. То есть протоколы, которые программа фактически сделала? Нет, протоколы... Протокол — это описание того, что якобы машина делала. То есть протокол может быть на самом деле некорректным, если машина на самом деле... Ну, оракул не давал бы таких ответов. То есть если протокол может... Этот гипотетический протокол может включать ошибочные ответы оракула. Но сам по себе он при условии этих ответов должен быть корректным. То есть сама машина должна по своим правилам действовать правильно, но уж, а уж как отвечал оракул, это значит здесь не контролируется. При этом существует гипотетический протокол и подтверждение всех положительных ответов оракула. Если оракул нам говорил... Если нам вычисление использовало тот факт, что оракул на чем-то остановился, сказал, что остановится, то мы обязаны подтвердить это своими силами, не надеясь на оракул. Вот такой протокол, в принципе он может оказаться неправильным за счет того, что те отрицательные ответы, на которые оракул... Если оракул прошел, то сказал, что он не остановился, на самом деле она могла остановиться. То есть само наличие такого протокола ничего нам не гарантирует. Но дальше, если такой протокол есть, то можно еще потребовать, чтобы сколько шагов мы не делали, вот вычисление этих... в попытке опровергнуть отрицательные ответы. То есть оракул нам сказал, что какие-то машины не останавливаются. Так вот, сколько мы их не запускаем, эти машины, они так и не остановятся. Ну вот, это самое сложное место, видимо, из того, что было. Давайте мы как-то это... пытаемся понять все-таки. Да, хорошо. Значит, здесь у нас имеется, реально имеется два натуральных числа, ну или там две строки. Первое натуральное число существует, там, P1 и, там, P2. А здесь просто натуральное число для всех N. Это число шагов, оно и будет натуральным числом. Теперь, что у нас написано вот здесь? Здесь у нас написано, что P есть код гипотетического протокола работы. Работа M на Z. Гипотетический протокол, это просто как обычный протокол, но только только написано, что оракул якобы дал такие ответы. При этом, корректность этого ответа для гипотетического протокола не важна. Нет уверенности, что все понимают слова протокол, но в смысле, в котором его укладываются. Ну, скажите тогда, что надо объяснить. Я слушал уже ваши речи. Да-да-да, что нужно объяснить тогда народу, что надо сказать. Здесь по протоколу подразумевается не то, что впечатлительные техники, а... А, в смысле, что бывает там IP-протокол. Нет, имеется в виду, что там имеется машина, которая работает, и имеются там понятые, которые записывают все, что она делает. Что вот сейчас она там пошла направо, потом налево, потом спросила оракула там чего-то. Оракул ответил то-то. И вот вся эта запись всего этого, ну, там какой-то протокол собрания, что вот там председатель стучи спросил оракулу, останавливается какая-то машина. Оракул ответил, не останавливается. Председатель передвинул головку направо. Ну, в общем, вот такие всякие действия. И вот это IP-пи, есть описание всех этих действий, в том числе, значит, того, что спрашивали оракула, и то, что он якобы ответил. И нужно, чтобы это было, чтобы по модуле ответов оракула, это было корректное вычисление, корректное завершающееся вычисление машины на входе Z. это P1. Ну, P2, на самом деле, даже можно сказать числом, там, M. M. Это я хотел написать N? Значит, существует P1 и M. Значит, P1 есть код гипотетического протокола. Теперь, второе условие состоит в том, что все положительные ответы, ответы оракула подтверждаются за N шагов. За M шагов. А N используется так, что все отрицательные ответы оракула выдерживают N шагов проверки. То есть отрицательные ответы стоят в том, что некоторая машина не останавливается. Мы можем пытаться этот ответ опровергнуть, сделав N шагов этой машины. Вот. И здесь написано разрешимое свойство. То есть, если у нас уже даны P1, M и N, то ничего не стоит это проверить. Мы должны проверить, во-первых, что P1 удовлетворяет всем правилам работы машины и кончается остановкой. Затем сделать M шагов и убедиться, что все положительные ответы оракула что-то останавливается за это время, подтвердятся. А потом сделать N шагов и убедиться, что отрицательные ответы не испортятся. Вот такое разрешимое здесь свойство из трех частей. Ну, теперь вроде как-то, значит, что написано здесь, когда мы пишем для всех M. Если, значит, пишем, что все отрицательные ответы выдерживают сколько угодно шагов. То есть, здесь написано, что существует протокол, который правильный, все положительные ответы правильные и все отрицательные ответы тоже правильные. Но это и значит, что существует, что машина на самом деле при действительно корректно работающем оракуле остановится. Ну, что, непонятно. Понятно, но мы вот сделали такую сложную конструкцию просто потому, что нам нужно было повести вот что-то вот похожее на вид сигма 2. Нет, ну, так сказать, нам нужно было получить получить сигма 2. Но здесь, ну, это может быть закодировано одним числом, если мы хотим, нам не важно на самом деле два кванта или один. Вот мы представили в виде сигма 2. Нет, ну, почему мы так вот странно делали, почему мы там вот проверку M и проверку N соединили здесь? Ну, потому что мы хотели, чтобы это было переписать, было видно, что это сигма 2. То есть, что мы доказали? Что всякое сигма, перечислимое с оракулом множество принадлежит сигма 2. А раньше мы уже знали, что любое сигма 2 множество перечислило с оракулом. Вот мы доказали эти две штуки. Так, ну чего? Кто считает, что он это понял? Да, ну, ладно, значит, вот. Ну, вы теперь, наверное, можете догадаться, что такое сигма 3. Значит, это множество, которые будут перечислимы с каким оракулом, как вы думаете? С оракулом для проблемы остановки, для машин с оракулом для проблемы остановки. То есть, у нас есть теперь такие инопланетяне первого порядка, которые прислали нам микросхему для работы, отвечающей на вопрос об остановке наших программ, земных. Но после этого прилетели более серьезные товарищи и прислали новую микросхему, которая отвечает на вопрос, остановятся ли программы, уже использующие микросхему первого сорта. И это, естественно, более сложная задача, потому что программ стало больше, значит, их остановка – это более сложное дело. И это вот оракул, но это называется, в этой науке, ноль штрих – это проблема остановки, а ноль два штриха – это проблема остановки программ, у которых есть возможность запрашивать оракул для ноль штрих. И вот перечислимый относительно ноль два штриха – это будет там сигма три. Ну и, соответственно, там относительно ноль три штриха – это будет там сигма четыре и прочее. Но это, если вы… На самом деле, тут ничего нового уже не будет. Что если вы так, то самое, напряжетесь и представите себе там, что вот как там то, сё там, в общем, ну, никаких новых идей не нужно, надо только, чтобы вам за разум не зашел совсем, как-то привыкнуть немножко, что вот там до ночи, вот получается. Но в конструкции, вот все получаются, ну, что-то такие локальные, то есть они на 10, и только 20, и не будут. Нет, ну, как, например, вот у нас, вот у нас имеется много сигма штрих. Тогда у нас можно записать, вот всё записать, как сейчас, но здесь уже это будет протокол не вычисления такого обычного, а вычисления с оракулом для проблемы остановки. А вычисления с оракулом для проблемы остановки ещё на самом деле можно ещё один квантер написать. Ну, в общем, вот. То есть нам всегда придётся раскрывать все квантеры и что-то там внутри вносить? Ну, да, так. Нет, ну, конечно, если аккуратно делать, надо доказывать по индукции, и там чётко понять, что мы доказываем по индукции, в общем. Ну, так сказать, вот. Ну, это надо попробовать. Это хорошее такое упражнение, попробовать. И я так твёрдо помню, что там, ну, никаких ничего не надо. Но только если начать это делать, то сначала, ну, получится всё неправильно, но через несколько пыток всё должно получиться. А теперь последнее, что я хочу сказать про эту арифметическую иерархию, про которую всё известно, что вот у нас есть, значит, что у нас есть? У нас есть вот это сигма-1, пи-1, сигма-2, пи-2 и так далее, сигма-н, пи-н. Вот. И можно понять, что является объединением всех этих классов. всех классов это просто в точности свойства, выразимые формулами арифметики. И это даже по существу мы уже доказали. Почему? Ну, мы знаем, что всё, всякое перечислимое множество можно выразить в формулу арифметики. Ясно после этого, что можно дальше слева навешивать просто эти квантеры в произвольном количестве, просто получится формула арифметики. Ничего больше делать не надо. То есть если мы умеем выражать формулы арифметики множество, трудная часть была выразить формулами эти самые сигма-1. Всё остальное дальше уже совершенно тривиально. Наоборот, если у нас имеется какая-то формула арифметики, то на самом деле можно все квантеры, но это стандартная процедура, все квантеры можно снести налево. Это называется приведение к предварённой нормальной форме сколема. Нет, даже не сколема, просто проверён на нормальной форме. Ну что если там написано, я не знаю, для всех х а от х и существует у б от у. Как это, как это всех, что нужно написать, чтобы получилось? Нет, ну слушайте, переименовать переменные мы тоже можем, это неважно. Значит, надо написать для всех х, да, это, конечно, глупо, можно написать существует и для всех х, а можно написать для всех х одно и то же. Но можно написать так, а от х и б от у. Ну или какой-нибудь, вот давайте ещё ради интереса напишем какой-нибудь ещё, потренируемся. Допустим, для всех х а от х следует для всех у а от у. как нужно преобразовать? Ну, ну, давайте только не а, а б, чтобы это было неочевидно. Нет, ну и что получится в итоге? Как? Нет, это, 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 судя по тому, что вы говорите, это не а от х или б от у, да? Но это означает, на самом деле, не а или б, это а следует б. Равносильно этому или нет? Значит, ну, вообще, общее правило такое, что для всех х а от х следует б, как переписывается в виде квантера? Что существует такое х, что из а от х следует б? Что если из предположения, ну, это можно написать, что там, значит, это не для всех х, а не а от х, отрицание, нет, 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 отрицание не для всех х, а от х, или б, а это надо написать, как не для всех. Существует х, не а от х, или б. А это можно написать, это б икса не содержит, его можно сюда внести, и получится вот это. Ну, в общем, это тоже, надо по индукции аккуратно доказывать, но, в общем, любую формулу можно преобразовать к такому виду, что у нас все квантеры сначала, а затем посчитать, сколько у нас перемен квантеров, и найти, в каком этом сам сегмаитово она содержится. вот, еще раз, а мне, другую сторону, почему любая эта штука формулами арифметики делает? Почему любая, все эти сегмаиты записываются формулами арифметики? Но мы уже доказали, и это было сложно, потому что уже была бета-функция Гёдель и Эт-Конвей, что все перечислимые свойства записываются в формулы арифметики. Причем перечислимые с любым числом переменных даже. А как написать, скажем, для любого х и дальше разрешимое? Для любого х разрешимое свойство там х, ух. Это не просто, очень. Нет, подождите, перечислимые, всякое разрешимое свойство перечислимое. Поэтому, если мы умеем записывать перечислимые свойства, то разрешимые тоже можем записывать. Так очень хорошо, это свойство перечислимое, запишем его, как существует Z, в некоторой форму, там существует какую-то арифметическую формулу здесь напишем. И вот просто к этой формуле мы допишем еще один квантер. То есть, это как бы ничего не происходит, мы просто вот, если мы разрешаем дописывать квантер, если ему нужно дописать квантер, мы его и записываем у нас для того у нас квантры в языке есть никакой никаких усилий от не дрем так ну чего понятно что все арифметические множество что арифметические множество выразим выразимые свойства это в точности вот объединения всех этих классов вот отсюда можно например легко понять почему не все теоремы геодоля неполноте что говорит что не все арифметические истинные формулы можно доказать но в самом деле представьте что все множе можно было бы доказать тогда множество арифметических формул истинных было перечислимо потому что мы могли бы перебирать доказательства и смотреть чего мы доказываем а мы уже знаем что даже формулы получающиеся просто из 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 но даже формула просто виды существуют x от x r от x и ну вот перечислимые суп там перечислимые множество можно записать в виде некоторой формулы x принадлежит перечислимом множество p тогда и только так это некоторая формула там фиб большой от x а то соответственно если бы мы множество всех истинных арифметических формул было бы разрешимым и мы всегда могли подставлять всевозможные числа и смотреть какие какие из них принадлежат то есть видно что ну как бы арифметических формул бывает сколько угодно высоко в этой иерархии а если бы а доказуемые формулы это всегда перечислимые множество поэтому ясно что хоть вот не может быть так что истина все равно сильно доказуемость понятно это или непонятно то сейчас давайте это совсем простая вещь я просто как-то совсем неправильно объяснил значит во первых что такое во первых что значит недоказуемое есть но это это если говорить в терминах вычислить теории вычислимых функций что множество истинных арифметических формул формул не перечислима то есть не существует машина который печатает все истинные арифметические формулы только их это вот как бы система доказательств такая есть машина которая внутри себя порождает все истинные форму почему представим себе что она перечислима ну это это как так вот в этом состояла исторический теорема гёделя была вот была такая система построена формальная система формальная арифметика это некоторый механизм порождение истинных формул там есть там правила вывода аксиомы там сейчас мы уж не будем в это вдаваться но он совершенно механический то есть там можно просто строить всевозможные последовательности символов и смотреть не будут ли они доказательствами вот формулу и все что все что имеет доказательство можно называется теоремой и оно все истинно но вопрос можно ли доказать таким образом все истинные формулы или нет то есть если была машина которая доказывает все истинные формулы, то множество этих истинных формул было бы перечислимо. Почему оно не перечислимо? Ну, а потому что, если бы оно было, ну, например, это можно по-разному объяснить, но если бы оно было перечислимо, пусть перечислимо, тогда оно было бы и разрешимым. Естественно, потому что можно перечислить все истинные формулы, и тогда можно перечислить все ложные, это те, которые в отрицании истинны. Если мы смотрим, какие из нашего принтера выходят формулы, начинающиеся отрицания, то мы узнаем все ложные формулы. И, соответственно, про всякую формулу мы узнаем, ложна она или истинна. Теперь возьмем перечислимое неразрешимое множество х и напишем формулу, которая его выражает. n принадлежит х тогда и только тогда, когда некоторая формула фи от n истинна. Если бы множество арифметических формул было бы разрешимо, тогда был бы алгоритм узнавать, принадлежит ли n и к су. Надо было бы просто подставить в моменту формулу и посмотреть, что скажет нам. Ну, подождать, пока либо она, либо ее отрицание будет доказано нашим способом. Доказательство всех истинных формул. Ну, а этого не бывает. Поскольку множество неразрешимо. Нет, что-то вы так загадочно смотрите. Вроде это совершенно... Мы ничего тут не делаем. Это просто вот... Представим себе, что у вас имеется машина, из которой выходят все истинные формулы. Теперь вы будете смотреть на эти формулы и смотрите, не начинают ли они с отрицания. Если они начинают с отрицания, то отрицание стираете и отдаете этот листок. Это получатся все ложные формулы. Соответственно, истинная и ложная формула перечислимы, значит, они дополняют друг друга, значит, они разрешимы. Можно подождать, пока либо одно, либо другое будет доказано. Там мы хотим доказать, вы истинная ли теорема Ферма. Мы пишем теорему Ферма и отрицание теоремы Ферма и сдаем ее на ожидание. И смотрим, пока наша... Ну, на самом деле, проблема тут, конечно, не в неразрешимости, а в том, что это очень долго еще. Потому что вообще про большинство утверждений все-таки люди верят, что они либо могут быть доказаны, либо опровергнуты. Пусть у нас есть перечислимое и неразрешимое множество х. Мы знаем, что всякое перечислимое множество арифметично. Это значит, что можно написать формулу с одной переменной, которая будет истинна тогда и только тогда, когда n принадлежит х. Теперь, ну, в эту формулу можно подставить любое число. Получится просто уже формула Биозен, которая будет либо истинна, либо ложна. Соответственно, если бы мы могли узнавать истинно, она и ложна, то тем самым мы бы узнавали, принадлежит nx или не принадлежит. Ну, это такое сведение было бы х к множеству истинных формул. Мы число n ставим в соответствие формулу, получающуюся подстановкой n вместо переменной х, нашу исходную формулу. Так, ну чего, понятно это? Чего? Х какое-то перечислимое неразрешимое множество. Например, множество неостанавливающихся программ. Нет, ну вообще можно сказать, что я сделал по-простому. Но утверждение о том, что программа не останавливается, это, как мы знаем, его можно записать в арифметике. Если бы записавший в арифметике его могли потом узнать истинно или ложно, то, соответственно, мы бы узнали, а основность программы не останавливается. То есть как бы тут ничего не происходит. Просто вот комбинация уже известных вещей. Самая трудная часть здесь технически, это объяснение, почему всякое перечислимое множество записывается в арифметике. Вот тут нужен был К2 и бета-функции, Гёдаль и прочее. А все остальное – это такие разговоры просто общие. К тому же, если бы оно было перечислим, оно бы лежало в сигмале. Да, ну можно было бы еще так сказать, что если бы множество истинных формул… Можно, кстати, отсюда же доказать, что множество истинных арифметических формул, оно не лежит не арифметично. Это называется не теорема Гёдаль, а теорема Тарского. И тогда в этих терминах это доказывается так, что если бы оно было арифметично, то оно лежало бы в некотором сигме n. А тогда любого множества из арифметической иерархии можно было бы свести его к множеству из сигме n, а там бывает множество не только из сигме n, но еще и дальше. Ладно, значит, давайте так, есть ли какие-нибудь вопросы по этому? И может быть, что-нибудь еще можно объяснить? Или все, что можно, я уже сказал, и лучше не будет. Хорошо, ну кто считает, что он понял про теорему Гёдаля? Ну ладно, допустим, даже без Тарского это так я отвлекся. Хотя это тоже ничего сложного. Да ладно, хорошо, тогда, значит, нам самое главное, значит, осталось у нас арифметическое… Что происходит в случае с полиномиальным временем вычисления? Давайте мы снова выпьем чаю, а потом с новыми силами попытаемся это разобрать. На самом деле, так сказать, раньше философы говорили, что вот там неразрешимая проблема, там неразрешимая проблема, а сейчас стало ясно, что неважно, разрешимая проблема или нет, если ее все равно нельзя решить за разумное время. И поэтому, как бы, в философстве даже полиномиальные иерархи более правильные, но вот про нее ничего не известно. Значит, как она устроена? Устроена рассматриваются полиномиально разрешимые свойства. Это значит, что есть предикаты. Ну, тут уже лучше говорить о словах, потому что… Ну, о числах надо было говорить о длине двоичной записи. Значит, предикат П рассматриваются предикаты, которые можно вычислить, получить ответ да или нет, за время, не превосходящее некоторого полинома от длины. И это такое, ну вот, есть такое поверье, что если предикат полиномиальный, то есть шансы его решить, на практике его вычислять. А если нет, то шансов нет. Ну, так сказать, вообще, в принципе, полином мог быть очень большой степени, но так в большинстве случаев, почему-то, если оказывается, что он полиномиальный, то и полином тоже не безумной степени, хотя бывают исключения. Это называется класс П. Ну, я не знаю, вы, наверное, все это слышали уже много раз. И, например, вот что здесь важно понимать, что когда мы говорили про просто вычислимость, то машины были более или менее произвольные. Можно было говорить про машины Тьюринга, можно было говорить про эти наши прибавления единицы и вычитания единицы, ну и вообще про языки программирования, про что угодно. Теперь, если у нас имеется класс П, если нас интересуют машины, которые делают полиномиальное число шагов, то уже, значит, тут более-более сложно. Но вот как вы думаете, например, эти самые наши машины с регистрами годятся или нет? Можно ли определять класс П как действия, которые выполняются на машинах с регистрами за полиномиальное число шагов? Ну, там даже, скажем, сложение двух чисел делается там путем вычитания по единице. Значит, если у нас число n-битовое, то нам понадобится там два степенин шагов, что явно уже нехорошо. Что? Если у нас число n-бит, то даже записать его два степени. Нет, в смысле нет. Но если оно как бы нам уже... У нас оно в регистре с самого начала, просто любое действие с ним, если можно только вычитать единицу, оно займет большое время. Потому что пока мы не дойдем до нуля, мы реально ничего не знаем от числя, просто знаем, что оно большое. Но поэтому есть опасность, что наша какая-то модель будет какая-то такая неуклюжая, и плохо сделанная, что какие-то действия будут очень сложными. Но давайте, например, тогда, чтобы улучшить наши регистровые машины, давайте разрешим там сложение, ну, какие-то более разумные действия. Разрешим сложение чисел, разрешим там умножение чисел, и разрешим, допустим, еще косвенную адресацию. То есть будем считать, что у нас имеется бесконечное число регистров, и мы можем записать, что там в x от y положить z. Такие команды. Что тогда будет? Получится правильный класс полиномиальных алгоритмов или нет? Как вы думаете? Вот если у нас есть вычисления, но будет ли полиномиальный алгоритм те же самые, что для машин Тьюринга? Да, кстати, то есть если у нас машины с одной лентой или с двумя лентами, влияет ли это на полиномиальные алгоритмы? Говорят, что у нас все сведения предметные. Квадратичные. Значит, что нам нужно? Нам нужно моделировать несколько лент. Давайте прикинем, не надо моделировать несколько лент на одной ленте. Ну, в принципе, конечно, можно написать просто, взять одну ленту и написать, сделать такие буквы большего алфавита, в котором есть там А1, А2, там АБ, там А2, 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 А2. Такие буквы из пар букв. И тем самым, вместо того, чтобы записывать на двух лентах, мы ту же самую информацию можем записать на одной ленте. Что мы при этом теряем? Значит, проблема в том, что у нас две головки были на двух лентах, а теперь мы можем быть только в одном месте. Поэтому мы должны еще иметь какие-то специальные там дополнительные символы, чтобы помнить позицию на первой головке и там на первой ленте и на второй ленте. И тогда вроде бы вся информация сохраняется. Да, но теперь у нас имеется неприятная вещь такая, что все замедляется. Здесь мы могли, реально эта головка не может находиться одновременно здесь и здесь. Она должна в каком-то одном месте быть. Поэтому если здесь мы хотели сделать что-то на второй ленте, то на новой ленте нам нужно сначала от этого места перейти к этому, а потом уже там сделать это изменение, ну а потом, может быть, вернуться обратно, если мы хотим в основном моделировать эту ленту. Ну и какое будет замедление? Если у нас будет N шагов N шагов двуленточной машины, если мы после этого хотим ее перевести в одноленточную, то сколько будет шагов? Ну, типа N в квадрате, потому что, в принципе, расстояние между головками может быть N, значит, у нас получится O от N в квадрате шагов одноленточной машины. И на самом деле это неизбежное явление. Можно доказать, это было один из первых результатов, касающихся сложности вычислений, что действительно быстрее нельзя. А именно, что можно просто сделать на двуленточной машине, и что нельзя сделать на одноленточной, как вы думаете? Наверное, кто-то уже знает это? Проверить, является ли строка по-другому. Да, значит, ну или просто проверить, да, проверить, является ли строка равно, вот есть X1, XN, является ли она симметричной? X равняется XR. Значит, сколько нужно времени на двуленточной машине? O от N. Что нужно сделать? Нет, все-таки у нас не нинуточку, у нас двухленточная машина, но не двухголовочная. Это немножко разное, потому что, если машина двухголовочная, то она может, одна головка может видеть, что пишет другая. Это немножко больше. Да, что нужно сделать? Надо сначала это слово скопировать, просто без изменений, на вторую ленту, а потом что? А потом, ну вот и так сверять, естественно, теперь мы можем независимо двигаться и можем это еще за N шагов сверить, сверить два слова. То есть, распознавание полидромов можно сделать за O от N на двухленточной машине, а на одноленточной машине это требует N квадрат с константой. То есть, если, значит, это точно смысл такой, что если есть машина, которая это всегда делает правильно, то на некоторых словах она работает долго. Ну, что, вы рассказывали вам, как это доказывается? Кто знает, как это доказывается? А-а-а. Ну, хорошо, расскажите тогда, что надо делать. Нет, ну, что я буду, вам веселее будет, если вы расскажете, а не просто будете сидеть слушать. Это, конечно, радикальный шаг, но вот, как в анекдоте, что перенесите за O от N правую часть, дали подробности письмо. Да, вы должны почему-то разбить слова для N 3 N. Ну, пожалуйста, никто нам не запрещает. Да, и что же? Разбить на три равные части. Why not? Разбиваем на три равные части. Переходим, рассматриваем слова, которые, я не знаю, все замечатели, где-нибудь. Значит, мы будем рассматривать работу машины на словах только такого вида. Сначала X1, XN, потом нули, а потом какие-то там Y, 1, YN. Но ясно, что если машина всегда работает правильно, то она будет работать правильно на этих словах и будет проверять, что X перевернутая равно Y. Замечательно. То есть, она должна работать хотя бы на цельной кодке. Что найдется такое слово, если оно всегда работает правильно, то на одном из таких слов она будет работать по крайней мере там какой-то там C на N квадрат. Ну, где C будет выбрано там по ходу дела. Давайте, доказываем. Значит, давайте посмотрим на перегородку между нулями в средней части. Их прием на C? Да. Вот тут есть такие места. Можно мысленно в каждом из этих мест поставить перегородку. Имеется N вариантов поставить такую перегородку. Да. И что, собственно, вот давайте в чем план? Что будет? Можно ли сказать так в одной фразе в чем будет противоречие? Что нам будет препятствовать? Я хочу сказать, что на словах, которые X, 0, потом X перевернутая, она всегда будет работать правильно? Да. мы знаем, что все слова, на которых написано X1, Xn, потом 0, потом Xn, X1, на всех этих словах она должна сказать, что она их одобряет. Что предположение, мы можем считать, что так и будет. Да. И чего? Я хочу сказать, что их много. Их много. Их два в степени таких слов. И что же? Я смогу сделать, найти перегородку вот эту, которую эта машина все время пересекает одинаковым образом. Я могу объяснить, что я имею в виду. Это было бы неплохо. Ну вот, давайте посмотрим на перегородку, которая машина пересекает в полотенце назад. Сейчас, подождите. Мы фиксируем сейчас некоторую перегородку и смотрим на разных словах, сколько она пересекает или что? Да. Еще раз. Мы знаем, что у нас вот на всех словах уже она будет меньше, чем цена n2. Нет, 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 нет. Мы должны опровергнуть не тот факт, что она на всех словах работает меньше цена. Сейчас. Нет, правильно. На всех словах работает меньше цена n2. Значит, у каждого слова есть перегородка, которая пересекает меньше, чем цена n2. Да. То есть, мы можем смотреть, сколько раз машина проходит эту штучку в одну сторону и в другую сторону. Это примерно одинаково, естественно. Поэтому число шагов туда и обратно. Теперь, значит, дальше, естественно, что все движения внутри этой области, все эти количества складываются. То есть, если машина была меньше, чем какое-то там малое εn2, это значит, что некоторую одну перегородку она пересекала довольно мало раз. Меньше εn1. Потому что у нас всего n перегородок, и значит, поскольку все эти εn2 шагов каким-то образом распределяются между ними, то одну из перегородок она пересекала мало раз на любом слове. Значит, для любого слова есть такая малоиспользованная перегородка. Так? Вот. Да. Давайте вместе эту перегородку смотрите, в каком состоянии каждый раз машина пересекает эту перегородку. Ну, то есть, пока у нас для каждого слова мы идем такую малоиспользуемую перегородку и смотрим, объявляем, что она умеется таможня и проводим досмотр машины в обе стороны. Вот. Что? Мы записываем, когда машина пересекает границу, мы записываем, что она себя думает в этот момент. То есть, записываем состояние, это такая вот советская власть всегда мечтала это делать, но она в основном просто запрещала пересечение границы. Но, значит, состояние при пересечении. Ну, хорошо, значит, возьмем такую малоиспользованную перегородку и запишем эти состояния, их будет там меньше, чем эпсилон n. Чудно. Теперь давайте каждому слову запоставим следующую последовательность. Номер перегородки, который мало нас пересекает, и вызов последовательность состояния. Да, значит, для каждого слова x1, xn поставим в соответствие пару и, это малопересекаемая перегородка, и протокол, протокол досмотра в обе стороны. Сейчас кто-нибудь понял уже, к чему клонится дело? Зачем мы все это делаем? Есть понимание в народе? Мало раз были для того, чтобы сравнить все. Да, надо как-то понять, что вот если мы этот протокол очень короткий, то по нему он как-то содержит недостаточно много информации, и машину можно будет обмануть. Ну, давайте сейчас разбираться подробнее. Протокол у них просто мало. Протоколов длины и апсилон n или даже меньшей длины, на самом деле это геометрическая прогрессия, поэтому основной вклад носит длинные протоколы, их не больше, чем там c в степени эпсилон n, где c число состояние машины. В каждом месте у нас одно из состояний. да. Чтобы получить противоречие, можно будет такое маленькое пищевое, чтобы это было меньше, чем полтора венна. Значит, и, ну, еще их надо умножить на и. Значит, я специально сказал полтора венна, и не два венна, чтобы умножить на и, где не умножало. А, нет, ну, хорошо, значит, это, это, значит, какое, цел у нас фиксировано, что состояние, значит, если я псилон мало, то можно считать, что это меньше, чем полтора венный. Да. То есть, все это есть, кубка, с умножением на и, меньше, чем два венны. То есть, всего, всего вот этого будет n на полтора венной, ну, при достаточно большом, это меньше, чем два венной. То есть, neighborhoods найдемνся два разных слова, для которых весь этот протокол одинаковый. Протокол одинаковый и одинаковая. Вся вот эта пара одинаковая. То есть, два разных слова, которым соответствует одно и то же одна и та же пара и тут то мы вот и машину им обманю что для этого мы сделаем вот у нас есть два таких протокола и вот есть входная лента и здесь написано x а здесь было написано какое-то там y а здесь было написано y обратное а что мы сделаем мы теперь склеим вот эту ленту вот с этой и в чем будет состоять обман с одной стороны наша машина будет действовать ровно также потому что она когда сюда входит первый раз она точно так же и сюда входила первый раз здесь она сделает на правой части она будет действовать так же как наша вторая машина а на левой части она будет действовать так как первая машина и а интерфейс у них будет совершенно одинаковый то есть с точки зрения вот этого перехода они согласованы но а внутренние действия будут относиться к разным лентам поэтому значит поскольку обе эти машины одобряли слово то и это вот на таком смешанном слове тоже закончится одобрением одобрять его не надо было потому что иксы и игреки разные то есть вот таким образом мы предположим что у нас все меньше эпсилон квадрате где эпсилон в тот чтобы c в числе чтобы число состояние в степени н был число состояние в степени эпсилон было меньше полутора предположив что мы всегда машина действует меньше чем эпсилон квадрат мы получим противоречия так ничего понятно это кто кто считает что он понял поднимите руки хорошо тогда давайте сейчас можно спросить чего-то вы можете нет значит зафиксировали перегородку оказалось что для двух слов перегородка оказывается в одном месте и при проходят с одинаковом состоянии всякие но полный протокол один но она и в и в том и в другом случае проходят естественно вот синхронно справа налево и снас ну и обратно и вот всегда в одинаковом состоянии что это дает вот вот решающий момент что это позволяет понять как это будет все действовать на смешанном слове когда сначала иксы а потом и греки а а именно пока она здесь она здесь как первая машина и она дошла до потом она перешла сюда но 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 эта машина тоже перешла сюда и в том же самом состоянии поэтому дальше она будет здесь как вторая машина пока не вернется в каком-то состоянии но но это машина вернулась каком-то состоянии мы ищем почему для каждого слова выбираем перегородку и про и и записываем протокол и ищем два разных слова на которых одна и та же перегородки один и тот же протокол и это существует поскольку общее количество всех таких пар меньше чем число слов ничего я ответил на да ну вот так сказать если это там ну если два человека так сказать одинаково одинаково себя ведут при пересечении границы то 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 тогда сказать можно вести себя там на родине как первая за границей как 2 и тоже перевозить те же самые в том же самом состоянии ходить туда сюда но чем ничего тут не происходит такого удивительно так хорошо значит это это к тому что n квадрат шагов нам все-таки необходимо а ну кстати уж раз про это заговорили как вы думаете если мы от двух лент перейдем к трем то сколько нужно шагов чтобы моделировать насколько от n получился n квадрат пересла было n на двух ленточной машины на трех ленточной машине а мы хотим это моделировать на двух ленточной машине какая у нас какой у нас будет потеря мы хотим трех ленточную машину но мы хоть мы моделировали двух ленточную до одной ленточной и под и поплатили за это возведение в квадрат теперь мы хотим трех ленточной моделировать а двух ленточной ну казалось бы тоже потому что у нас три ленты значит их нужно как-то склеивать склеивать значит 2 виден склеивать в одну а тогда две головки на ком-то расстоянии надо ездить туда туда сюда вот но интересное значит такой но одно из тоже первых первых наблюдений в этой науке что если у нас имеется любое число лент то их можно свести к двум лентам при всего лишь за небольшую плату от от n получается n log n вот товарищи программисты наверное примерно догадываются что нужно делать хотя детально это довольно такое хлопотное дело значит ну что такое n лент пусть у нас много лет не он лент пусть очень много лент тогда реально это может сейчас имеется каждая лента это два стека а значит вот как бы правая часть ленты и левая часть ленты это это стеки вот таким образом можно считать что у нас имеется какое-то конечное число стеков их нужно моделировать на двух лентах спрашивается как это делать ну а она надо на самом деле использовать что-то типа кэша что надо 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 как сказать когда мы углубляемся но не 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 переписывать из из не каждый шаг моделировать а когда мы хотим там что-то прочесть надо большой большой блок переписать в общем это можно сделать это так надо тоже тоже не не так вот надо подумать что делать но такой программистский трюк есть как моделировать n ст произвольное конечное число стеков на двух лентах одна лента используется просто для копирования то есть с помощью одной ленты мы можем кусок большой кусок перенести ну вторая вспомогательная лента позволяет копировать она первым вот кодируем все эти стеки их сдвигаем друг относительно друга так большими блок ну ладно это 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 надо еще даже бы сиди и я помню но как-то аккуратно сделать чтобы не запутаться я бы но есть конечно оригинальная статья но там как-то плохо написано в общем я попытаюсь попытаюсь посмотреть если какой-нибудь нет может быть это примерно написано вот в этой самой книжке с китаевым про квантовые классические вычисления там какое-то указание к этому точно должно быть но достаточно ли она подробно сейчас я не помню в общем там довольно надо это такой производить амортизированный анализ сколько там нам шагов в целом понадобится для моделирования то есть на некоторые некоторые геморрой но вот да но начали на начало говорить про другое что вот представим себе что у нас с регистрами машинами у нас имеется сложение умножение косвенная адресация x от y присвоить z ну и наоборот тогда получится у нас класс пыли тот же самый получится класс пыли не тот же самый что для машин тюринга как вы думаете есть есть какой-то подвох в этой модели который делает ее там слишком мощный или недостаточно мощный по сравнению с машинами тюринга честными да в принципе нет машины тюринга нам уже все равно 1 ленточный или многоленточный потому что нас интересует полиномиальное моделирование то есть полиндром это ладно уж там у от n или там у от n квадрат это все неважно но машину тюринга на самом деле легко моделировать потому что ну стек можно вот стек из нулей единиц можно моделировать как умножение на 2 и деление на 2 но там добавление там добавление нуля это умножение на 2 добавление единицы это на 2 плюс 1 а изъятие отделение на 2 то есть машины тюринга легко моделировать но оказывается что это модель слишком мощный почему в чем тут беда где подвох нет косвенно адресация сама по себе безопасно но плохо что у нас есть умножение умножение позволяет за каждый шаг получить вдвое большее число а за n шагов мы можем получить число длины 2 в степени n соответственно если мы захотим это моделировать на машинах тюринга нам от число понадобится хранить а хранить его это это уже за экспоненциальное время и ну то есть они доказательства конечно нужно еще доказывать что это более мощная модель но по крайней мере видно что здесь есть проблема то есть мораль такая что если есть обычные вычлите модели они все были там чего не делай все хорошо то тут тут надо так не перестараться надо не запретить слишком много но и разрешить слишком много не но желательно чтобы каждая операция имела дело с каким-то разумным количеством информации чтобы число битов который мы обрабатываем за один шаг должно было быть полиномиальным вот в этой в этой в этой системе если мы скажем складываем два числа размера 2 в степени n то это ясно что мы обрабатываем как бы два в степени н битов от слишком много поэтому без числа неограниченного размера тут плохие можно потребовать чтобы они были ограниченного размера скажем считая что на наш на если у нас н шагов работы машины то числа все должны быть не более чем н битовые ну тогда уже это можно моделировать потому что ну и с косвенной адресации тоже надо чтобы индексы все были не более чтобы размер памяти был не более чем полиномиальный то есть индексы должны быть все алгоритмического размера сами числа должны быть полиномиального размера в общем вот можно по-разному это делать а вот там надо просто ну видимо моделировать машину как отца большее время то нет я думаю что скажем вычислить нет ну сейчас но там наверное надо что-то ну надо взять какую-нибудь задачу про которой известно что она не лежит p а лежит в эксп и показать что ее можно сделать таким образом нет это 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 так я не взялся бы сейчас объяснять но наверное это можно все-таки не знаю нет в общем вот это так ну я думаю что это скорее должно быть должно быть можно и и не да это не ну не то чтобы и не равно mp но но так действительно я сразу сразу не скажу да вот так или иначе у нас имеется вот этот самый полиномиальные полиномиальные предикаты разрешимые класс p дальше начинается та же самая иерархия у нас имеется класс mp класс mp этот предикаты которые представимы в виде с одним квантером существования то есть предикат q от x имеет такой вид что q от x истина если существует и грек такое что r от x игрок истина где-то уже полиномиальный предикат но при этом еще важно что игрек полиномиального размера от x какой-то потому что если игрок будет существенно длиннее то этот полиномиальный предикат он уже будет распознаваться за время от x а и от y поэтому это будет не поймешь чего а так мы требуем чтобы это был длина была полиномиально и соответственно тоже здесь тоже здесь вот и этот но это вот наверное все знают что ну вот это там какая-нибудь задача там а камиво и жори там что или там можно ли уложить рюкзак там и выполнима ли формула вот сам формула выполнима если существует такой набор значений переменных при которых она истинна ну и соответственно есть коин п такое что значит для всех игрек по длине и меньше чем полином от x и рад x игрек ну и дальше дальше в принципе можно делать то же самое допускать два квантера три квантера и так далее вот и а про это вот никто ничего не знает то есть вот они в принципе может все совпадают это никто не может опровергнуть значит а дальше все они содержатся в классе пспейс это то что можно вычислять за полином на полиномиальной памяти и это и это довольно очевидно потому что ну ясно что если мы если настолько память волнует то мы просто можем все эти игроки выбирать проверять по очереди и нам нужно просто помнить такого места мы проверили брать следующее и начинать проверять для него и это будет очень долго но памяти нам нужно почти столько сколько для этого нужно еще просто память по хранить ровно то место до которого мы дошли ну и если больше квантеров тоже памяти достаточно вот и а это И это соответствует играм полиномиальной длины. Ну, например, вот есть такой, как бы, типичный представитель класса P-Space, который называется TQBF – True Quantified Boolean Formula. Это очень странные такие штуки. Это мы разрешаем писать формулы, в которых квантеры по переменам 0 и 1. Пишем, что для всех там А принадлежащих 0 и 1, допустим, для всех Б принадлежащих 0 и 1, там существует С принадлежащая 0 и 1. Ну и вот какое-то количество таких квантеров. А здесь какая-то просто, ну, там, бесквантерная формула, содержащая вот эти A, B, C и обычные логические операции. И это вот такая вот типичный, ну, как бы, наиболее трудная задача в классе P-Space. Она разрешимо в классе, лежит в классе P-Space, и всякая задача, лежащая в P-Space, к ней сводится. А в этих классах есть тоже наиболее трудная задача, которая называется NP-полные задачи. Ну и, соответственно, есть там ко-NP-полные задачи. А беда только в том, что ничего не известно. Вот это, может быть, совпадает с этим. Что? Равнение с P-Space сравнится P-Space. Ну, вполне может быть, что он даже, ну, то есть, не то, что вполне может быть, но никто не опроверг, что он не равняется P. Естественно, он равняется объединению. С другой стороны, P-Space вообще говоря, не так, был, причин считать, что он равняется объединению, нет. Потому что в этих формулах может быть переменное количество квантеров. Вот если в этих формулах всегда перемен квантеров не более K, то мы получаем формулу из класса K. А если их пришло перемен не ограничивать, то, в принципе, ну, можно так сказать, что если бы этот P-Space равнялась некоторому уровню, то, начиная с этого уровня, все бы совпадало. Если бы P-Space совпадал с объединением, то она совпадала бы с некоторым уровнем. Потому что вот если это полная задача, она лежала бы в некотором уровне, и, соответственно, все следующие уровни бы с ней совпали. Ну, нет, это я скорее так просто объясняю, чего бывает, и не предполагается, что, может быть, кто-то из вас это все знает, но если нет, то, конечно, не имеется в виду, что это очевидно все. Это просто некоторая картина, параллельная картине, что у нас есть разрешимое множество, они содержатся в перечислимах, а также в ко-перечислимах. Ну, и вот дальше имеются как бы арифметические множества. Вот арифметические множества – это объединение всех вот этих. А этому соответствует множество всех арифметических, множество всех истинных арифметических формул. Соответствует вот этому. Но. Ну, понимаете, общая теория, если мы не можем ничего доказать для частной теории, то надеяться содержать на общую теорию трудно. Нет, но бывают разные иерархии такого вида. Например, бывает иерархия, ну, похожая, по крайней мере. Например, есть иерархия баррельевских множеств. Бывают открытые множества на плоскости, ну, интервалы их объединения. Бывают множества, которые… счетные пересечения открытых. Открытых. Это называется, по-моему, они называются G-дельта, я всегда путаю. А бывает… и бывает счетные объединения… Бывает, значит, дополнение открытых – это замкнутые. А у них бывает счетное объединение замкнутых, которое называется F-сигма. И дальше можно рассматривать счетные объединения вот таких. И тоже вот они так содержатся друг в друге перекрестно. Но тут про эту иерархию тоже все известно, они все разные. Так же, как и про эту иерархию известно, что они все разные. А по-моему, я так часто слышно от нас P-NP, но про P-NP почти никогда нигде не… Ну, задача обычно говорят, либо на P, либо на P… Ну, дело в том, что если мы говорим о разрешимости задачи, то говорить про задачу из NP то же самое, что про задачу из CO-NP. Это просто дополнение. Поэтому там, ну, так сказать, они говорят, что задача там выполнимости формулы сложная, но можно было бы точно так сказать, что задача непополнимости формулы сложная. Она была бы уже полной не в NP, а в CO-NP. То есть это как бы… Но другое дело, что вот задачи из следующих классов, они менее распространены, потому что, ну, а, то есть, все-таки, тут такая задача, что мы что-то хотим прямо найти, обрешение какое-то хорошее, которое, в принципе, можно для чего-то использовать. А если вот эти задачи, что там существует, такое X, что для всякого Y, то не очень понятно, так сказать, зачем нам реально это X нужен, ведь у нас все равно нет этого всякого Y. Ну, в общем, так, ну, так, стандартная все-таки ситуация бывает здесь. Общество поднепления еще не достаточно разорвано, пока мы здесь еще не принялись такой закон. Нет, но, нет, ну, какие потребности, мы не можем вообще разобраться в простых вещах. Тут, а, это самое, только зря, зря, ну, расстраиваться. В свое время, когда, значит, начиналась перестройка, в России, в СССР начали выпускать журнал с подачи Горбачева. Он как-то подружился с какими-то издателями этого журнала. Такой был журнал с странным русским названием «Бурда». Я не знаю, существует ли он сейчас, но это был журнал для таких домохозяек. И там к нему прилагались такие большие развернутые полотнища с выкройками. Там, значит, домохозяйки могли пойти, там много линий было для всяких там вещей. И, значит, там было как сшивать, как вырезать. А еще там были некоторые рецепты, что там возьмите, там, я не знаю, копченого лосося, там немного, там того, сего. А, естественно, это все переводилось с немецкого журнала. А в то время вообще не то, что копченого лосося, там ничего не понятно. Ну, там хлеб обычно все-таки можно было в Москве купить, но там с мясом уже было сложности. Поэтому граждане как-то так задумчиво смотрели на этот журнал. Я помню, что какие-то товарищи написали в журнал, в какой-то, в общем, куда-то написали жалобу. Может быть, даже в сам журнал написали жалобу, что что вообще, зачем вы морочите голову советского народа какими-то несбыточными иллюзиями. После чего мы в этом журнале были ответили, что это не мы морочим голову несбыточными иллюзиями, а вы вот 70 лет морочили голову несбыточными иллюзиями. Так что здесь, понимаете, ну можно пытаться развить какую-то такую теорию. На самом деле есть даже некоторые теории, если мы будем разрешать у этих всех предикатов разрешать не только числовые входы, но еще входы для микросхем. То есть вот у нас имеется машина, которая дается х, слово, не только слово х может даваться, но может еще даваться некоторая функция на булевую функцию с полиномиальным числом аргументов. Такая вставляется микросхема, в которой есть полиномиальное число ножек, и машина может запрашивать ответ да или нет на каждом входе. То есть аргументами будет не только число, но и множество. И тогда все это уже распознается. Тоже нетривиально, там и содержательные результаты. Например, тот факт, что PSP не совпадает с объединением этой иерархии, это надо анализировать сложность булевых схем, ограниченной глубины и доказывать, что они там экспоненциального размера. Это красивый результат. То есть в этой науке уже можно все это сделать. Еще раз, будем рассматривать классы с входом, в котором еще есть дополнительный вход для функции. То есть у нас теперь предикат, это не свойство числа, а свойство числа и множество. Ну реально можно сказать, что мы добавим один оракул, это неважно. Можно считать, что мы рассматриваем все эти классы с одним большим оракулом произвольной природы. И тогда они могут не совпадать. Но есть такой оракул, при котором полиномиальная иерархия не сворачивается в PSP. И это сводится к тому, что схема ограниченной глубины и полиномиального размера нельзя вычислить. Функт с уперити, и это теорема Яо, и в общем там интересная с этим. Ну в общем это даже можно было бы рассказать, но это все-таки отдельное большое дело. Можно, вот, но значит завтра, видимо, я тогда попытаюсь про это немножко порассказывать, а также вторая тема, которую мы совсем не разбирали, это вероятностные алгоритмы. Вот, но давайте, давайте я хочу понять, вот вы про все это вообще слышали? Может быть это или, или это все равно будет в каком-нибудь курсе? Надо про это скорее рассказывать или, 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 или скорее нет? Ну вот, чтобы, вот какие там задачи НПП полные, какая-нибудь там задача, там тайлинг, или выполнимость, или там систему уравнений. Вот вы про это все знаете или нет? Знаю. Слышали, но не знаю. Ну это так сказать, это может не измениться и после моих рассказов, поэтому. Сейчас, ну, ну, в общем, скорее, скорее, скорее лучше рассказывать про это или про какие-то вероятностные алгоритмы, там про коммуникационную сложность, допустим, про, ага. Про что? То есть это, это вы уже слушали, вам надоело и лучше что-нибудь другое. Вам еще расскажут, а, ну, ладно, значит, ладно, давайте тогда действительно, может быть, мы в основном что-нибудь другое расскажем, а, да, про, 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 про вероятностные алгоритмы, тогда я постараюсь рассказать завтра.